Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! И мы воскресли с Ним! Аминь! Аминь! Для меня честь сегодня быть с вами. И действительно хорошо, когда собираются разные верующие, очень по-разному, порой мыслящие, по-разному верующие, по-разному, скажу так, представляющие себе вообще поклонение, даже как таковое. И как пастор уже говорил, что действительно порой по реакции видно, что пришли люди очень разные на самом деле. Но замечательно, что в одном духе. Аминь! В Божьем, Святом Духе. Аминь! И я очень Богу благодарен за эту честь сегодня снова быть с вами. И сегодня, не знаю, я был на одном служении ночью, на одном служении, утром на втором. Вот сейчас уже на третьем собрании получается, да. И знаете, и вот сегодня, вот сейчас, тоже кое-что пережил такое. Даже, не знаю, все, наверное, нельзя рассказывать. Это слишком некоторые вещи интимные такие, как говорится. Но из того, что я могу сказать точно, я уверен на все стопы, что могу это сказать, что когда пастор как раз говорил, что вот эта боль уходит, да, значит, и я прям почувствовал реально, физически, шкурой, будем так говорить, естеством своим, я не подозревал, что эта боль еще сидит, оказывается, занозы какие-то сидят. Знаете ли, когда что-то попало, мы не в полумраке вытаскиваем, да, а на свет. И когда на свет, то оно как бы и виднее все, да, и потом эту занозу удаляешь. Иначе она мешает тебе. И вот какая-то заноза еще сидела внутри, представляете, и только сейчас эта заноза четко, я понял, откуда она. Я четко понял, откуда она, эта заноза, сидела во внутреннем моем человеке. И она доставляла боль определенную. И она сегодня была взята так и вытащила. Аминь. И вытащил, и стало так легко. Хорошо, так здорово. Классно. Я скажу, что это была за заноза. Оказывается, я не подозревал, у меня была какая-то обида даже на Бога, представляете. Она сидела где-то там, я где-то обиделся и забыл об этом, а она сидела, это зараза, представляете. Хотя было больно, на самом деле, я честно говорю, было больно. И когда, ну мы все проходим какие-то периоды в жизни, да, и боль какую-то ощущаем в жизни, особенно когда теряем близких, родных людей. Я хоронил, получается, отца своего, потом мама и брат, мой младший брат. И когда, знаете ли, в молитве, особенно когда маму хоронил и брата, два гроба вместе были. И вот я сейчас понял, где вот эта боль была, осколок какой-то, заноза какая-то. Как, знаете, вот как вот в той сказке про Снежную королеву, там зеркало разбилось, значит, там, да, вот, пусть ассоциация такая, может, не очень, не библейская, а сказочная, но она как бы, ну для меня как бы многое что прояснила. Что вот эти осколочки, да, какие-то попадают в глаз, допустим, да, или в сердце, и по-другому человек видит уже, по-другому человек ощущает что-то. Вроде все то же, а реакция другая. И, знаете ли, то как бы без этого осколочка стакан наполовину, он полный, значит, да, с этим осколочком уже он наполовину пустой уже. Другая совершенно история. Я понимаю, что вся эта земля засыпана этими осколками, и не королевы какой-то Снежной, а дьяволы, бесов, значит, да, но, знаете ли, вот какие-то осколочки порой попадают в жизнь верующего. И осколочек был тогда, я вспомнил, вот молился сегодня вот сзади, я даже, не знаю, не мог подняться с пола, я четко узнал, когда этот осколочек попал. Я молился, и я до последнего верил, что воскресен брат мой, младший мой брат. Каково хоронить было младшего брата? Я, тем более, молился сколько лет за него. И, знаете ли, и до последнего была надежда, что он покается, обратится, возродится и будет служителем. Он был очень добрый человек. И пусть даже далекий от религии, от веры, но, знаете ли, и я представлял его уже в своем воображении вот служителем. И потом, когда вот так все произошло, и я был на тех похоронах, когда вот гроб моей мамы и гроб моего брата, и, знаете ли, эта трагедия в нашей семье, и до тех пор, когда уже они были в могиле, когда уже засыпали землей. Вот до того момента вот эта вера, что они воскреснут, воскреснут. Особенно за брата, просто вопил к Богу. Тем более, что уже были опыты воскрешения из мертвых. И, знаете ли, это было так больно, когда уже в сладбище ехали, вот осознавать, что все, вот как бы мои все вот эти понимания, представления, они похоронены там, как бы. И это очень больно. Я не знаю до сих пор, почему, что это не произошло, это чудо. Хотя кое-что я понимаю. Кое-что Бог открывает. Почему? И, наверное, действительно нужно учиться протестовать. Как вот девушка молилась, да, вот, значит, мне как-то тоже запомнилось то, что вы сказали, что, значит, что не соглашайся, протестуй, как бы, да, сказали. Протестуй, как бы, значит, там, что как? Нищете, болезни. Нищете, болезни, там, значит, да, вот. Да, 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 вот, ну, красиво очень было сказано, да. Вот мне как-то прямо, как-то тоже запало так в сердце. И вот я вот тоже понимал для себя, мне тоже откровение такое, что вот порой вот не хватает протеста этого какого-то, не знаю, не просто молитвы, а протеста какого-то, несогласия. Вот действительно, оно, когда вот человек вот протестует против чего-то, да, это очень сильное чувство. И на этом, вот, что-то происходит сверхъестественное. И я помню, когда вот первый раз молился за воскрешение, я об этом рассказывал же у вас, в 2003 году молился за воскрешение умершего. Я помню то, даже не саму молитву, не сами слова эти помню, а я почти не помню то, что я говорил даже к Богу, если честно. Но я помню сам протест. Вот это я помню. Я помню само вот это несогласие, какое-то я, я обычно редко в жизни против чего-то протестую, честно говоря, я, ну, не протестал по натуре, как бы. Я как-то по жизни, как-то по воспитанию всегда, как бы, к миру, знаете, вот как-то так вот, как-то все как-то так любовно, мирно разрешить все. Договориться как-то, знаете, ну, это вот, это мое. Вот, сколько меня все знают, и в школе, значит, и в училище, везде, значит, там, в институте, везде, вот, именно вот действительно договориться, да, это, это мое. А здесь, понимаете ли, протестовал. Вот это я запомнил, даже сам потом удивлялся, задним числом уже удивлялся, как же я так вот протестовал, знаете ли, ну, как бы смерть, да, вот, вот, вот тело, безжизненное, вот его транспортное средство, как говорится, вот мое транспортное средство, вот я на дороге, как бы, а что протестовать-то, как бы, вот, так по-человечески, это, ну, а что протестовать, что я первый, что ли, и не последний, не первый, как мне потом эти милиционеры приехали, там, эти гаичники, там, там, этот капитан со мной разговаривал, он говорит, ну, батюшка, ну, ни вы первый, ни вы последний, как бы, значит, как бы, здесь на дороге такое происходит, что, как бы, еще пострашнее ситуация намного, вот, меня это, правда, мало утешало, честно говоря, вот, что он там говорил, но, вот, тот опыт запомнился, и я так понимаю, что действительно, когда человек, он протестует против чего-то, да, в этом огромное силище, просто человек, допустим, неверующий, да, он этот протест не туда направляет, против человеков, допустим, да, а человек верующий, он по адресу направляет свой протест, протестую против сил тьмы, протестую против беззакония, против греха, против проклятия, нищеты, болезни, смерти даже самой, знаете, и вот этот протест направленный правильно, В правильное русло. Бог каким-то образом, я не знаю, удивительнейшим образом использует это, вот наше чувство, наш этот протест в молитве. Я был в одной из церквей, на баптистском направлении, но там был случай воскрешения одного парня, но он уже не занимается этим, раньше он выступал, на быках катался, но один раз докатался, смертельный случай был. То есть вот реальный летальный исход, и при том на глазах у целого стадиона, там уже масса людей, за деньги все это люди пришли на шоу, но иногда бывает и кровавым это шоу, не только, оказывается, вот такое бывает шоу, знаете ли, зрелищное. Бычки бывают очень строптивые, и вот этот бык его не только, его пропорол, оказывается, опрокинул, пропорол, прошелся, его переломал. Значит, и одним словом, смерть на месте была, на месте. Молодой ковбой валялся в крови. Дело в том, что вся трагедия была в том, что, значит, они с этой церкви оба, ну, они уже муж и жена, я с ними познакомился, они уже муж и жена, а тогда были женихом и невестой. И у них только помолвка вот только-только объявилась, ну, была объявлена в церкви вот этой. И они случайно это рассказывали. Удивительный, значит, и вот невеста, она была там в этих вот первых рядах, представьте, видела смерть вот жениха своего там, да. Когда быка убрали, ну, там плакали, подбегали люди, ну, плакали, что, ну, от парня месиво осталось, его пробило, значит, этим рогом, значит, там, значит, и переломала его, ну, туша, огромнейшая туша этого быка. Да, и представляете, вот чем закончилось. И, ну, это, слава Богу, что девушка-то, она, ну, это баптистского такого направления больше, но там, в принципе, тоже такое, неденоминационное такое. Знаете ли, мне чем нравятся вот эти вот церкви, как бы, если они там, они такого плана, ну, ты и депостол, червачка, как бы, червачка, и церквей. То есть, как бы, нормально, если, как бы, главное, они смотрят не на теологию твою, не на идеологию, а на тебя самого, кто ты, как бы, чьих будешь, как бы, вот, значит, и если Христов, то все нормально. Вот, значит, и, то есть, они смотрят больше на практическую жизнь. И вот, значит, та девушка, она подбежала тоже и видела вот это, ну, что осталось от ее жениха. И она молилась, простая девушка, вот, молилась в микрофон. И весь этот стадион, представьте, сколько народу, тысячи людей. И она просто, просто вопила к Богу. И люди молились, плакали многие, молились. И когда там эти уже медики, ну, там же все у них есть. Значит, на глазах у этих медиков, на глазах у тысяч людей, ну, чуть ли не в этом эфире, значит, этот тогда еще юноша, он воскрес. Воскрес, значит, и потом очень короткий срок. Он еще решил в больнице потом, но потом очень быстро поправился, слава Богу. Сверх естественно воскрес. И вот эта шляпа его, окровавленная, она была как знамением у них там в семье. Вот, как бы, ну, такой страшный сувенир, но напоминание о той трагедии, которую Бог обратил в чудо. Бог обратил в чудо. Вот, и, знаете, протест. То есть, я рассказываю тоже вот эти случаи, вспоминаю и, не знаю, хотя глупо, наверное, протестантов учить протестовать, как бы. Вам будет сам Бог хотел протестовать. Как бы, но, ну, вот, поделюсь, вот, моменты протеста, когда человек протестует против чего-то, да. И вот, момент протеста, знаете, вот эти случаи, уже с десяток случаев есть воскрешение в моем служении. И все они были связаны с протестом. И все они были, я иногда помнил молитвы эти, как я молился, иногда, так, слабо что-то помню, но чувство протеста, оно запоминается. Оно, тем более, что ты понимаешь, что это не просто твое, понимаете ли, это не просто твой человеческий протест, как бы, да. А это его протест, что действительно он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Он действительно протестует, он протестант с большой буквы, Бог всемогущий. Если бы он не протестовал, он бы не отдал своего сына за нас. Он бы не пришел в этот мир, он бы не совершил то, что совершил ради нашего спасения. Действительно протестую против беззакония, против греха, против ада. Все совершил он. И случай тоже вспоминается, пока молился сегодня, я очень Богу благодарен. Я не знаю, и в этот раз я, наверное, точно больше получаю, чем могу отдать вам. Но сегодня получил очень многое. Я даже, у меня просто не хватает слов, честно говоря. В духе просто. Пусть дух Божий, он выразит это, чувствует это, поможет, расскажет вам. Расскажет, действительно, потому что, как вот пастор говорил, очень так необычно, неортодоксально. Это служение не ума, это порой горе от ума, точно. Да, помните шестую главу, да, Иоанна, когда, значит, Иисус, он же говорит, что то, что я говорю, это дух. Ну, поймите, пожалуйста, это все не буквально, товарищи, но как бы он ни предупреждал, они все равно, большинство его учеников даже, они понимали, ну, порой. Пытались умом разобрать, значит, знаете ли, по элементам то, что Иисус как учителям говорил. И, конечно же, соблазнились, и даже проповедники многие видят в этом какое-то апокалипсическое такое совпадение. Шестая глава, шестьдесят шестой стих Иоанна, шесть, 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 да, значит, когда и многие из учеников перестали вообще ходить тогда с Иисусом, они ушли вообще от Иисуса, отделились. Потому что мы пытались буквально понять его, буквально понять его проповеди, и им это напомнило вообще какие-то там безумные каннибалистские такие идеи. Знаете ли, кто не будет есть мои плоти, там, пить мои крови, о чем он говорит вообще? Что это за раввин такой, что это за синагога такая непонятная вообще? Пойдемте в нормальное собрание, нам здесь нечего делать, это какая-то очень странная такая, экстремистская какая-то синагога. Знаете ли, да, такой сплошной экстрим здесь у нас Бог наших. Но Иисус действительно, он даже 12 оставшимся, его собрание опустело очень быстро, после этой же проповеди все ушли фактически. Осталось немного, там, человек 12 осталось, да, вот, тех самых, может, кто-то еще дополнительный был. Но он даже оставшимся сказал, ну так, по-любовно, так, по-хорошему, ну, говорит, я не обижусь, если вы тоже, ну, я пойму вас, если вы тоже уйдете. Ну, что ж, буду начинать все сначала, набирать команду новую. И слава Богу за нашего брата, да, за Петра, который вовремя сообразил и выразил мнение оставшихся, что ты имеешь эти слова вечной жизни. Пусть даже мы не понимаем, они вечные слова, они не отсюда, они не просто с земли, они не просто от ума, они не просто от науки земной, они с небес. Эти слова, они другого происхождения совершенно. И когда, вот, собственно, вот, о чем хочу донести сегодня послание-то, собственно, если брать вот то, о чем я готовился вообще, о чем молился, это из Ефесян. Я вообще вот эти дни, пасхальные дни, вот, перечитываю послание Ефесянам и молюсь этими молитвами, вот, как бы, там, ну, многие так молятся, да, берут Павловы слова, там, и их так немного, так, изменяют, виды изменяют и молятся этими молитвами. Мне тоже очень понравилось, такие молитвы понравились и нравятся. Вот, беру Павловы слова и такой, как бы, тем более-то очень похоже на православные молитвы слов. Да, как бы, уже, как бы, знаете ли, не то, чтобы лень ума, но, как бы, ну, интересно, когда кто-то помолился так, так хорошо, так, повторить за этим человеком эти слова хорошие. Паром мне этого нравится, но это лишь порой, потому что, на самом-то деле, молитва основная, она от сердца, пусть даже там два-три слова, но это, если изнутри твоего человека, естества твоего человеческого, то это, действительно, Божье чудо, это Божье, это небо просто разорвет все, когда это все происходит изнутри. Вот, значит, ну, я, конечно же, повторяю, как и, наверное, все вы, там, или кто, многие, наверное, молятся такими молитвами, повторяю, и, конечно, вот, вкладываешь свое сердце, свою душу, свою веру, свое понимание, тем более, что многие из них, они, действительно, такие слова Павловы, не просто даже Богу вдохновенно, они дышат сейчас, и это очень замечательно. Но слово, которое я хочу донести, это из Ефесян, значит, послание Ефесян, 5 глава, 14 стих. Встань спящий, помните цитату, да, он приводит, Павел пишет. Встань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Встань спящий, воскресни из мертвых, осветит тебя Христос. Будить спящих, пробуждение, да, пробуждение. В протестантском мире, вот, очень часто звучит тема пробуждения, это, это правильная тема, правильная тема, потому что Бог хочет пробудить народ, пробудить людей, и индивидуально каждого человека, и, там, общины, церкви, не знаю, синагоги, какие-то собрания какие-то огромные, конфессии целые, динаминации целые. Пробудить, пробудить, как бы, от сна, от сна разбудить человека. Но мертвых воскресить Он хочет. Открыть гробы эти, проклятия, беззакония, греха, и поднять мертвецов, поднять мертвых. Вот эти слова, это песни, которые поют, ну, почти все христиане во всех церквях сегодня поют. Что Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и всем мертвецам или исущим во гробах жизнь даровав. Действительно, мертвецам жизнь даровав. И вот, я следил тоже за вами, так, ну, не часто, но так, отслеживал ваши, там, маневры церковные. Мне нравится, как вы действуете. И вот это энкаутер, да, значит, как столкновение, столкновение с Богом. Действительно, это чудо. И вот это столкновение, как будто, если уже провозглашалось сегодня, что это чудо, оно действительно все, оно все прям, оно все полностью меняет в жизни человека. Абсолютно все. Шел в одно направление, в другом. И действительно, спящий, как будто пробуждается, да, эффект такой. Ты как будто спал и проснулся. А еще, круче, когда как мертв был и ожил. Когда вернулся тот блудный сын, то отец чему радовался? Что он пропадал, говорит, да, и нашелся. Он, говорит, был мертв и ожил. Он как будто был покойником. Знаете ли, он не был физически покойником, да, но для отца и для семьи и вообще. Ну, он был как будто бы мертвым человеком. Но слава Богу, что однажды возле свиного корыта он пришел в себя. Он пришел в себя, он очукался, он очнулся. Стоп, что случилось? Почему я вот возле этих хрюшек, возле свиного корыта завидовал он этим хрюшкам, чтобы даже напитаться, напушиться того, что им дают. Даже ему не давали, к нему отношение было хуже, чем к свинье, представляете? Это уже не просто, как говорят, ниже блинтуса. Все уже, его жизнь уже, знаете ли, была ниже всего. И вот даже в таком состоянии, но он, он пришел в себя, очухался, очнулся. И он вспомнил, вот, и потом вернулся. И вот этот момент есть воскресенье. Момент его воскресения. Из мертвого воскресения. Потому что душа человека, она действительно мертва без Бога. Вне Бога. Сегодня как раз перечитывал то, что когда-то писал, давно уже, правда, писал. Пусть Боголь не обижается, когда все это читал. Вот, когда-то, когда-то перечитывая мертвые души его, и потом переписку с друзьями. Знаете ли, нам-то в школе одно говорили. В советское время вообще все полностью перекраивали, к сожалению, перевирали. Вот, а потом, когда прочитал самого Гоголя, его идею, почему он написал, в ответ как раз он, друзья, писал, которые, ну, недоумевали по поводу мертвых душ. Зачем столько много негативных, карикатурных образов собрано в одном? Знаете ли, ну, неужели нельзя было хотя бы одного там порядочного человека поместить? Ну, как бы слишком карикатурно, слишком вычурно. И вот Гоголь писал как раз друзьям по этому поводу, что душа без Евангелия, без Христа, она мертва. И он попытался в этом как раз вот карикатурном образе показать все пороки человеческие, все вот это, все уродство этого мира, как бы, да, без Христа и без Евангелия. Знаете ли, и однажды, значит, я не писатель, но однажды засел за труд, назвал, ну, просто не удержал, душа просто, знаете, вот желала, написал «Живые души». Покаявшийся Чичиков, он опять по местам боевой, былой славы, значит, и покаяния Плюшкина, и Саботевича, значит, и Коробочки. Мне Манилов труднее всего дался, честно говоря, вот его покаянием, я как-то переписывал несколько раз, и оно мне не давалось все. Вот как-то он какой-то ускользал из меня все время. Вот его покаять мне было очень трудно ему, честно говоря, он слишком хороший для покаяния, как бы. Вот как бы, ну, и тем более фантазер, попробуй, пока я фантазер, который мечтает, в своей фантазии живет вообще. Вот, кстати, Гоголь, он считал, друзьям своим, он об этом говорил, писал, что он, значит, Манилов, он считал самым карикатурным образом, самым противным образом. Хотя, он вроде там самый нормальный вроде, да, согласитесь? Вот, и, друзья, «Живые души» — это те, что действительно столкновение, этот энкаутер, да, столкновение с Богом, встреча с Ним, оно у всех по-разному происходит, у всех по-разному. Чичников у меня там, он покаялся просто случайно в гостинице на Чуре, после вот этих своих там, этих похождений, значит, он нашел книгу. И у него с этой книги начался путь его к Богу. Вот, значит, и потом именно с этой книгой он, ну, это Новый Завет, Евангелие был, именно с этой книгой он и вернулся к тем людям, значит, к тем же персонажам. И, знаете, и действительно человек, вот, когда с Христом, когда пережил столкновение с Богом, да, и с Евангелием, то это уже живая душа, была мертва душа, теперь живая душа, возрожденная. Иисус говорил, что без этого даже человек, он не увидит царство. Даже если он, не важно какой конфессии, динаминации, там, протестант, там, православный католик, как он бы ни назывался, знаете ли, действительно, без этого духовного возрождения, свыше, нового перерождения духовного, получается, он мертвый. Он мертвый, он, или же, ну, по поводу спящих, это отдельный разговор. Бог хочет всех спящих пробудить, мертвых воскресить, мертвые души воскресить, спящие души пробудить. И осветит тебя Христос, всю церковь свою он осветит, состоящую из пробужденных спящих и из воскрешенных мертвых. Слава Богу! Как православный реформатор, я, конечно, молюсь о воскрешении, о воскресении, о чуде воскресения, вот для своей динаминации будем договорить. Но мне очень нравится формат такой, нединаминационный. Действительно, я вижу и я верю, что за этим будущее вообще. Потому что, все-таки, различные фракции христианства, это как бы хорошо, но до поры до времени. Знаете ли, все равно, рано или поздно, любой верующий в любой конфессии, динаминации, в любом направлении христианства, он к этому, рано или поздно, я так понимаю, приходит, как бы, осознает, что христианином он может стать только лишь, и становится только лишь от Иисуса Христа. Что его возрождение только лишь через Господа Иисуса. Что действительно, вот эти простейшие истины, но такие глубокие, такие основные. Знаете ли, в православии человек, он приходит, да, я говорю, что он становится православным, выцерковляясь, да. В протестантской церкви он становится протестантом, выцерковляясь в протестантскую церковь, мир протестантский. Значит, в католическую становится католиком, но христианином, действительно, возрожденным становится только лишь от Иисуса Христа. Только лишь от Него, больше никак, больше ни в чем. И вот эта духовная жизнь, я, наверное, помолюсь вместе с вами. Слушайте, повторим молитвы некоторые, Павловы? Давайте скажем некоторые слова. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном. Друзья, я вот читаю и вот я говорю, что вот особенно на этом месте, может быть, для кого-то это не так, как бы может примечательно, но ведь мы все воспринимаем даже одни и те же Павловы слова, его молитву, но совершенно по-разному, конечно, какими-то со своими переживаниями, какими-то со своими, не знаю, откровениями. Допустим, для меня, вот когда я осознаю, что Он облагодатствовал, знаете ли, это обычное выражение, мы всегда, ну, православное, я имею в виду, адресуем к Марии, к Матери Иисуса Христа, там радость благодатная, Господь с тобой, знаете ли, как бы это как бы понятно, но когда облагодатствовал всех верующих, вот это да, здесь уже не просто идет речь о Матери Иисуса Христа или о каком-то еще, отдельном, каком-то уникуме, о всех верующих, вот это да, то есть Он облагодатствовал нас в возлюбленном Сыне Своем Иисусе Христе. И вот пусть, вот слова, думаю, читайте также, кто не имеет такой практики, я просто рекомендую, мне это очень понравилось и вам рекомендую, как бы, за что купил, за то продал. Значит, потому что, действительно, я понимаю, что вот эти слова, они очень много проясняют, вот для меня лично очень много прояснилось, потому что, ну, мы все в разных традициях порой, даже в христианстве, знаете ли, воспитаны и воспитываемся, существуем, как бы, да, реализуем свои религиозные чувства какое-то по-разному, но всегда основание одно, никто, написано, не может положить другого вообще основания, это сам Иисус Христос. И я понимаю, что вот всегда у христиан вот это основание, не знаю, оно самое святое, оно самое ценное. Я когда был в первый раз в собрании протестантов, давно это было, правда, уже, 96-й год, уже многое что забылось, как бы, значит, но вот тот эпизод запомнился мне, наверное, всю жизнь. Тем более, что когда я был там в Сураже, Брянской области, в этой церкви у писятников, то несколько лет назад они мне напомнили там подробности все эти, вот. Они-то запомнили точно, как батюшка присутил впервые. И я запомнил, что, наверное, первое, что особенно так вырезалось память, что они пели песню, и пели песню именно об Иисусе, понимаете. Вот именно это особенно как-то запало в сердце. Даже не просто песенка обычная, а песня, в которой вот воспевалась любовь Христа Иисуса. Любовь Христа, так и есть, в Псалом этот. Я до сих пор его очень люблю, этот Псалом. И вот намереваюсь скоро вновь быть как раз там в Брянской области и в том собрании. Хочу с ними спеть, бабушками, дедушками. Там в основном пожилые люди. Там такая старая писятническая церковь, ортодоксальная такая довольно. Вот. И мне этот Псалом, он, знаете ли, запал в сердце вот именно самим Духом Святым. «Любовь Христа безмерно велика, Начала нет и льется, как река, И как волна лапзает берега, И глубока, светла и широка. И если б не было любви, Любви Христа, Мы б не смогли Иметь надежду вечно жить, И как спаситель всех людей любить, Приди скорей, Скорей тебя он ждет, Давно стоит у каменных ворот, Стучит к тебе, Открой, уже пора, Прими любовь без златосеребра». Когда вот эти слова звучали, Эти бабушки, они еще пели, Знаете, так вот с таким деревенским подвыванием, Таким еще медленнее, еще братьяжней. Мне так это понравилось. Это было, как у меня в храме тогда. Только на русском языке они пели, Не на славянском. И пели о самом важном. Не о матери Христа, Не, знаете ли, все-таки, При всем уважении к маме его, И ко всем прочим святым, За два тысячелетиям много было Уважаемых, достойных людей на самом деле. Кому честь, тому честь, как говорится, да. Но все-таки, при всем уважении, Никто из них не смог никогда бы нас спасти. Знаете ли, вот, как однажды, Такой в стихотворной форме тоже выразил я это. Праздник Божьего покрова Станем брать и отмечать, Покровить или иного, Кроме Бога, не сыскать. Он один ведь лишь нас знает, Как ложимся и стоем, Своим духом утешает, Когда вдруг мы устаем. Всемогущ наш Бог небесный, Он из праха создал нас, Любящий Отец чудесный, Благодатью нас спас. Никакой святой на свете, Нас от смерти не спасет. Обратитесь, Божьи дети, к пастырю, Что всех спасет. Матерь Господа Иисуса Не защитница тебе, Нет на свете слаще вкуса, Чем спасение в Господе. Бог покров свой простирает Лишь на тех, кто в мире свят. Отступников карает, Грешникам готов уж ад, Обрати из душа родная, В дом Отца скорее вернись. Бог готов в грехи прощая Отворить дорогу ввысь. Праздник Божьего покрова Станем брать, отмечать. Покровителей иного, Кроме Бога, Лучше Бога не сыскать. Аминь. И действительно, тогда я, Ну это был 96-й год как раз, Очень сильно переживал По поводу вот ломка такая, Знаете ли, освобождения. В контексте вот этих слов Павловых из Ефесян, Там идет речь, Что вот это пробуждение от сна И воскрешение из мертвых, Оно является таким действием Освобождения еще. Действием освобождения от многого Неправильного, От ложного, От бесовского, Окультного и прочее. И в моей жизни это происходило Тогда как раз, И это очень сильно запомнилось. Слава Богу. И знаете, друзья, И особенным стало то, Что имени Иисуса Христа Достаточно. Он есть Спаситель мой, Господь. Вот с того самого времени До сегодняшнего дня, Знаете ли, Я же не ломаю голову Божьим вопросом По утрам, Кому там мне молиться, Какому святому В какой нужде мне молиться надо. Я знаю ответ. Я знаю того, Кто за меня пролил свою кровь, Отдал свою жизнь. Я знаю, кто мой Спаситель, Кто мой Господь, Кто мой Бог. Я знаю, что Действительно благодатью, Его Божьей благодатью Спасен я, Прощен, исцелен, Особожден Через кровь Иисуса Христа. И это, Ну, скажу так, Это самое великое, Что может быть в жизни человека. Поэтому, То, что у нас сегодня, Ну, вообще на Руси, На Пасху, Как говорится, Даже в последней пьянице Вспоминаю, Что Христос воскрес. Так уже. Да, значит, Ну, ничего. Я верю, Что сила воскресшего Христа, Она действует сегодня В нас верующих И через нас. Она действует в нас И в проповеди. Но, вот, Когда вот поклонение, Когда вот именно Вот это вот словословие, Когда вот эта близость к Ним, Конечно, Это самое потрясающее, Самые моменты волнующие. Я солидарен с пастором, Который сказал, Что, значит, На самом деле проповедей Однажды не будет. Да, значит, И много всего изменится вообще. Много переменится. Это иное, Совершенно иной мир. Много лучший, Много чище. И вообще, Он иной совершенно. Вот. И, Но одно останется, Вот, Из того, Что мы знаем И познаем здесь, На этой земле. Это вот этого словословия. Это поклонение, Почитание Бога. Это, Я думаю, О многом, В этой жизни мы можем Пожалеть, Уходя с этой земли. Но, О моментах именно Поклонения, Да, Словословия, И близости с ним, Никогда, Ни один сущий на земле, Не пожалеет, Уходя с этой земли, Уходя с этой планеты. Я, Я лично, И по себе это сужу, И, значит, И по многим очень, Душам, По многим очень людям. Я свидетельствовал об этом, И сегодня тоже в собрании, Вот святых скажу, Что, Из своего опыта воскрешения, Да, Значит, Смерти и воскрешения, Вот тогда пареньком, Мой энкаутер произошел, Моя встреча с Богом, Столкновение с ним, Столкновение с бездной, Просто, Бездна, Бездну призывает, Действительно, Это правда. И только это столкновение С этой бездной, Божьей любви, Его милосердия, Возможного чуда, Действительно, В жизни человека. И в 12 с половиной лет, Вот это столкновение В моей жизни произошло. Еще молодым человеком совсем, Еще подростком, Пережил вот эту встречу с ним. Умер тогда я от пневмонии, Двустороннего воспаления легких. Врачи не смогли спасти, И об легких оттекли, Наступила смерть, Летальный исход. Вот, и если бы тогда Бог Не мешался в весь этот процесс, То есть у него тоже есть протест определенный, Только я не знаю, Конечно, я догадываюсь, Но не знаю деталей, Почему иногда этот протест, Он реализуется, Иногда как бы не реализуется. Некоторые вещи, Кое-что я бы стал понимать За эти годы служения. Но некоторые вещи, Я думаю, мы до конца Лишь откроем это для себя В небесах уже. Откроем до конца Все тайны там уже. И вот момент, Когда умер я, Когда умирал, Я понимал, что я умираю, Но когда я умер, Я не понял, что я умер. Потому что там Я не перестал существовать. Я не испарился, Я понимал Еще за секунду до смерти, Что я сейчас испарюсь, Перестану существовать. Я же о Боге никакого не знал, Абсолютно ничего. И, знаете ли, Чистый ноль был, Атеист и все. В атеистической атмосфере Был выращен. Знаете ли, Выведен, Гомосоветикус, Типичный, Будем так говорить. И, в общем-то, Да, Чистый сознание, Что касается Бога, Никаких файлов вообще. Даже не было пустой папочки Такой у меня. Да, Вот так вот. Значит, Полностью. Да, Вот так вот у нас всех. Да, Ну, Ладно. Значит, И, Но я был перед ним. Я был перед ним. И, вот, Знаете, Вот тогда ощущение, Вот это понимание всего, Знание всего. То есть, Одним словом описать то состояние, Можно описать еще как понимание. Вот, Я все понимал, Все знал. И, Поэтому, Когда я, Ну, Поэтому, Сто процентов теперь уже. Говорю и на основании Своего опыта некоторого, И, На основании Писания, Что перед ним, Когда в его присутствии, Там все есть. Абсолютно все. Ты все знаешь. Все понимаешь. Но когда Словословие, На земле мы здесь Славим Бога, Что-то удивительно происходит. В деяниях, Помните, Когда наших братьев там Опозорили, Избили, В темницу бросили, Павлу и силу, Да, Заковали их В колодке, В эти, И, Они были в узах, Да, И, Слава Богу, Они воспевали Бога, Они воспевали Господу. Наперекор всему, Как бы, Казалось бы, Да, Они воспевали Богу. И узники, Другие узники слушали их. И когда земля потряслась, Бог совершил чудо. Не только у них узы ослабели, Да, Но и у тех, Кто слушал их. И вот для меня это добрый знак, Того, Что действительно, Не только, Что-то какие-то узы ослабевают, Когда мы воспеваем Бога, Да, Какие-то темницы там открываются, Земля трясется, Что-то потрясается в нас. Но не только в нашей жизни, Но и в жизни тех, Кто слушает нас, Или хотя бы прислушивается, Не знаю, Хотя бы хоть как-то немного, К краешкам уха, Как-то прислушивается, К тому, Что происходит в нас, Верующих, Да, В нашей жизни. Вот, И у них тоже узы ослабевают. Действительно, И для них тоже темница, Открываются темницы. Это чудо. И благодарю Бога, Который облагодатствовал Меня, Тебя, Нас, Верующих, Возлюбленном Сыне Своем, Иисусе Христе. Это действительно чудо всех чудес. Не знаю, Вот, С каждым вот таким собранием, Да, Помазано таким, Все больше и больше ощущаешь. Я думаю, Что многие из вас понимают тоже ведь, Что больше и больше понимаешь, Действительно, Вот эту, Просто глубину, Ширину, Высоту, Просто действительно чудо Этой Божьей благодати. Спасибо Господу за все. Спасибо Богу за все. Спасибо. Я буду протестовать. Серьезно, Я То, что вынес с этого собрания, Я буду протестовать. И не просто так, А случай к случаю, Знаете, Вот как у меня было. Я буду учиться протестовать чаще. Постоянно. Против, действительно, Знаете, Видишь, Когда первый раз ездили мы в этот, Онко-центр молиться, Особенно в детском отделении, Я просто, Действительно, Руки опустил уже. Я понял, Что никаких там усилий, Поток твоих, Недостаточно вообще. Вообще это, Им нужен Бог. Только нужен Бог. Все. И в этот момент просто понимая, Что действительно и поливающий, И насаждающий, Ничто вообще. А все Бог взращивающий, Дающий жизнь. Особенно в детском, Говорю, отделении, Когда уже зашли в детское отделение, А там, Ну как так вот называется, Вот это отделение, Где мы были, Ну списаны их, Так называют. Так называют. Там еще года нету, А его уже списали уже. И лежит, Пузико такое, И рядом с пузиком, Еще одно пузико, Как бы, Только это ухуфоль, Такая страшная. И мама стоит, Ну как вот привидение, Знаете, Вот просто привидение. Глаза какие-то нарисованы, И вот, Бледное пятно, И все. То есть, И там говори, Не говори, Проповедуй, Не проповедуй. Там, Вот знаете, Как будто в ад спустился, И вот начинаешь говорить, И вот слова, Ощущение, И слова, Они вот здесь, Как бы, Рассыпаются, Вот уже здесь уже, Они даже не долетают туда, Вот, Не то, Что до ушей, Даже, Даже до кроватки не долетают, Вот так вот, Такое ощущение, Когда перст молился там, И потом стал понимать, Что действительно, Сверхъестественно, В этом месте, Где каждый день похороны, Где каждый день выносит уже, Уже тела, Бездух, Тело без духа мертво, Страшное зрелище, Особенно, Когда маленький ребенок, Знаете, Я хоронил в свое время много, В свое время много, Значит, Людей, И, Ну, Когда детские похороны были, Самые страшные, Моменты переживания, И, Я понимаю, Что, Когда, Вот, Все это происходит, У Бога есть, Какой-то протест внутри, Хотя, Слава Богу, Их перевели в другой отдел, Оказалось, Появилась надежда, Резко, Ничего не изменилось, Все то же самое, Появилась жизнь, Та девушка уже волосы отросли, И все, Она уже ожила, А уже похожа не на покойника, А на живого человека похожа, Думаю, Вот это да, Слава Богу, Жизнь приходит, И вот эти моменты, Самые удивительные, Самые потрясающие, И много, Конечно, Удивительного, Вот, Самый удивительный случай, В моем служении, Был в Харьковской области, Там, Изюм город есть, Там, И несколько городов вокруг, Вот, Районные центры, Посещал, Проводил семинар, Там служение, Тоже межконфессиональное, Межцерковное, Всю неделю, Там был семинар, И служение, Насыщенно очень было, И уже пятница вечер, Меня должны были провожать, И так получилось, Что там на вокзале, Просто мы приехали, А расписание там немного изменилось, В общем дело, Вот, Значит, И у нас еще там несколько часов было, Вот, Так вот, Времени, Либо там сидеть, Либо куда-то ехать, Возвращаться в дом молитвы, Смысла не было уже далеко, Значит, В другом центре, Вот, Значит, И, Ну, Что делать? Поступило предложение, Один брат там, Местный, Верующий, Он сказал, Что вот так и так, У них там больница, И с разных районов, Вот этой области, Туда свозят больных, Значит, И вечер, Правда, Уже не пустят, Но если батюшка, Врясь, При параде, То, Ну, Как бы, Иногда работают, Открывают двери, Вот, Значит, Даже, Которые обычно не открываются, Вот, Да, Даже гаишники деньги не берут, Чудо, Один раз даже дали, Даже деньги гаишники, Представляете, Вот, Кому из водителя дают деньги гаишники? Вот, А мне дают, Да, Один раз продавали, Да, Вот, Да, Помолиться там, Да, Да, Слава Богу, Ну, Ладно, Нет, Я был тогда еще, Так, Традиционный батюшка, Обещал свечку поставить, Да, Значит, Но, Знаете, Удивительно, Что, Вот, Двери открылись, На самом деле, Больницы, Там, Поводом, Формальным поводом, Было то, Что, В этом отделении, Там, Этой, Вот, Хирургии, Там, Да, Там лежала сестра, Одна, С церкви у них, Поэтому, Как бы, Формальным поводом, Было вот, Навестить, Как бы, И, Проведать, Как бы, Вот, Но ее, Оказывается, Не было уже, Там ее выписали уже, То есть, Брат не знал подробностей таких, Вот, Значит, Но мы приехали, И я к дежурному врачу, Там, Сестра дежурная, Брать дежурный, Говорю, Так и так, Вот, Я вот, Приехал в гости, Значит, В вашей области, Вот, И, Если можно, Я пройдусь, Помолюсь за людей, И вдруг, Такое расположение у врачей, И у врача этого, И медперсонала, Пожалуйста, Проходите, Помолитесь, Кто будет не против, Пожалуйста, Помолитесь, Все были не против, Один только там, Зар начался чуть-чуть, Вот, Значит, Я говорю, Мусульманин, Я татарин, Я говорю, Я тоже татарин, Ну, По матери, По крайней мере, Я татарин, Мама Ибрагимова, Что ж, Салям, Исамасис, Скажу, Значит, Татар, А что, Татар, Бог не любит? Он любит, Давай помолимся, Хорошо, Я с тобой помолюсь, Буду говорить не Иисуса Хистоса, А Иса Масих, Хорошо? Помолились мы с Ним, И за Него тоже помолился, Вот, И по этому отделению, Ну, Добрые сотни человек, Даже больше, Значит, Там, Покаялись, Значит, Там, Молился за этих людей, Хорошо, Такое еще, Знаете, Такое удовлетворение такое, Значит, И, Хотя, Такого, Особенно, Чего-то сверхъестественного такого, Вот, Знаете, Чтобы там, Шевер с дыбом, Вот, Не было такого, Вот, Как-то, Ну, Больше усталость была, И, От недели той всей, Значит, Такой, И потом, Выходные был уже, Значит, У себя в церкви, И в понедельник после обеда, Мне как раз оттуда звонит, Один из братьев, Один из пастырей, Служителей, Значит, Этой области, Который был тогда, Тоже, С нами, И, Такой возбужденный голос, Такой у него, Ха, Чудо, Представляете, Все это отделение, Все это добрые сотни людей выписали, Всех, То есть, В моем служении были моменты, Когда Бог исцелял одного, Второго, Третьего, Пятого, Десятого, Ну, Даже 50 на 50, Но, Чтобы все 100%, Я еще потом переспрашивал специально, Говорю, А вот там был татарин такой, Он немного отдачился вначале, Вот, И татарина выписали, Ну, А кто-то остался хоть, Остались, Ну, Какие товарищи остались, Которые, Оказывается, Их не было на молитве, Они были, Ну, Де юре были в больнице, Но, Де факто, Они были у себя дома, На выходные ушли домой, Значит, Они числились в больнице, Значит, Да, Но на выходные отпросились, Так вот, Как бы, И кто-то самовольный, Или как не знает, Короче, Они, Значит, Были у себя дома, И уже, Ну, В понедельник они снова, Вот, Явились, Не запылились, Значит, Вот, Вроде как, Они и не уходили никуда, Вот, И, Вот, Эти товарищи, Они остались со своими передомами, И болячками, Значит, Одним словом, Значит, А всех тех, Но, Опять-таки, Там же были и тяжелые больные, То есть, Были просто там, Как говорится, Рука бриллиантовая, Да, Значит, Да, Шел, Черт побери, Значит, Давай, И все, Значит, Вот, А были и такие товарищи, Что лежали вот на этих кроватях, Значит, И там, Как бы, Тело практически не видно было, Все в этих вот штуках, Значит, И, И они все исцелились, В понедельник, Когда делали обход, Все, Значит, Ну, Проверка, Все прочее, Вот, Все эти люди оказались сверхъестественными, Исцеленными, Вот, Значит, Их всех повыписывали, Массовое опустошение этой больницы, Прошло вот это вот отделение, Удивительно, Конечно, Тоже, Понимаете ли, Скажу так, Я, конечно, Удивлен был, Думаю, Надо же, Ну, Я верующий, Но не настолько, Чтобы, Да, Вот так вот, Знаете, Больницы опустошать, Думаю, Не, Я слышал, Конечно, Где-то там, В Китае, Где-то там, В таких не разных странах, Где люди не особенно образованы, Как бы, И, Как бы, Богу-то легче действовать порой, Вот, Значит, Как бы, И воскрешать покойников, Значит, И исцелять больных, Там и прочее, Вот, Там, Говорят, Одна, Там, Такая, Китаяночка, Там, Она, Как-то, Уверовала, Значит, Там, Молодая христианочка, Значит, Только, Что, Уверовала, Значит, Безгоду неделя, И ей как раз объяснили, Что вот, Бог исцеляет, Вот, Через возложение рук, И она прямиком куда побежала? В больницу побежала, А вот, Как бы, Куй железа, Пока горячо, И давай возлагать руки на больных, И началось массовое повальное исцеление, А больница была слишком большая, Она одна запахалась, Потом, Говорит, А что я буду бегать по больнице? Взяла, Вышла, И на больницу возложила руки, И больница, Больницу выписали, Я, 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 Как тот еврей, Когда слышал об этом, Я думал, Ну, Господи, Верю, Помоги моему, Не верю, Но после того случая в Харьковской области, Думаю, Ну, Уже, Знаете, Уже и поверишь тут, Что и так, И так возможно, Вот, Понимаете, Значит, Я понимаю, Что когда пробуждение такое духовное, Почему мы еще молимся о духовном пробуждении? Вот шоу здесь, Значит, От этого, Метров, Как это называется, Сокольники, Сокольники, Вот больницы всякие эти, Значит, Думаю, А вот, Так, Набраться от наглости, Так вот, Дерзновения, Так подойти, Помолиться, Чтобы все повыписывались, Чтобы все были, Жили долго и счастливы, Чтобы были здоровы все, Значит, И счастливы, Вот, Понимаете, А Бог хочет это сделать, Вот, И я убежден, Что через нас Он это совершает, И совершит, Через нас, Простых людей, Он совершает удивительные свои деяния, И вот, Деяние апостолов, Да, Мы говорим, Но по сути, По совести, Это же деяние Духа Святого, Деяний Святого Духа, Просто через апостолов, Через первых учеников, Значит, Да, Вот, А сегодня эти деяния продолжаются, Деяния Духа Святого, Через нас, Сегодняшних верующих, Вот, Простых людей, Он не требует от нас, Притом, Какой-то мега веры, Какой-то супер, Гипер веры, Да, Он говорит, Даже с горчичной зерно, Веру, То есть, Шанс, Да, Ему, И он совершает, Своё действие, Удивительнейшие свои действия, Но насчёт протеста, Я вот сегодня серьёзно задумался, Очень серьёзно, Потому что с этого очень много, Что рождается, По крайней мере, У меня много, Что рождалось именно с этого протеста, И вот, Случаи воскрешения из мёртвых, Я, честно говоря, До 2003 года не думал никогда, Что буду молиться за воскрешение умерших, Но, Может, Кто-то и здесь присутствующий тоже не думает, Может, думает, До минуты не чаше сия, Не, серьёзно, Потому что это стресс, Это, как бы, это, честно говоря, Это, ну, Момент, когда Надо Из практики скажу, Меньше думать, Как это будет, Потому что начинаешь думать об этом, Всё, Руки опускаются, честно говоря, Вот, значит, Только представишь себе, Что это мёртвое тело, Нужно ожить, Всё, Вот, Важен протест, Несогласие с этим, Как и в случае состеления больного человека, Тоже, да, Протестуешь против этой смерти, Идёшь против этого зла, Значит, да, Во имя Господа Иисуса Христа, С именем Господнем, Кстати, вот, Во имя Иисуса, да, По-еврейски, Бешам и Ишуа, да, Бешам, это не просто, Ну, Шам, это имя, да, Бешам, Это означает, В имени, буквально, Я в имени Иисуса, А Он во мне, То есть, Не просто можно, Во имя Иисуса говорить сотни раз, Да, Но это будет, Как, ну, Как вот, Многие понимают, Как вот, Какое-то волшебное заклинание, Там, да, Как помните, Вот те сыновья скевы, Тоже пытались, Там, Сделать подобное, Они слышали звон, Да не знают, Где он, Они понимают, Что во имя Иисуса, Там такое совершается, Что им там, Такое не снилось, Вообще, Знаете ли, И они тоже решили имя Иисуса Использовать в своей практике Уже религиозно, Да, Что там, И так, И сяк, Да еще и во имя Иисуса, Которого Павел проповедует, Там весы в шоке были, Они терпели до этого времени, Здесь уже и терпение лопнуло, И вы туда же вообще, Павла знаем, Иисуса знаем, А вы кто, Товарищи вообще? И, значит, И был позор, Но там написано, Потом это во благо было обращено, Потому что на верующих страх, Хороший напал, Такой божий страх, Они, значит, Принесли всякие книги по чародейству, Верующие, Представьте, У них там такое дом, Огульное хранилище было, Ну, это от бабушки, От прабабушки, Это от прадедушки, Он там ворожил, Там яйцами выкатывал, Ну, мало ли, Ну, как бы это просто Какая религия будет у нас, Вот, значит, Там у них такое хранилось дома, Что они, Но когда страх напал на них, Они принесли все это На 50 тысяч драхм, И они спалили, Это огромнейшая по тем временам сумма, Не пожалели, Знаете ли, Вот так вот, Но почему? Потому что имя Иисуса Стало величаться, И люди стали понимать, Что твои веры, Это не выход, А действительно есть вера Божья, Вера Божья, Вера святая, В имени Иисуса, И поэтому, Когда в имени Иисуса, Да, Молюсь, В нем, А он во мне, Я в нем, А он во мне, Не просто даже повторяя Его имя на устах, Это тоже прекрасно, И это очень важно, Архиважно, Потому что мы и дух, И душа, и тело, Действительно, И в словах Огромнейшее силище, Огромная сила, Есть, конечно, Болезнь, Вот, И человечество, Эту болезнь, Ну, С каждым поколением, Она приметает Самые такие ужасные, Извращенные формы, Вот, Пустословие, Или как там, В синодальном переводе, Там, Как раз, Разбирал там, По тексту, Там есть такое выражение, Я другую библию, Себе еще скачал, И, Меня перевод, Меня перевод заинтересовал, Вот, И я стал по номерам строго перепроверять, И мне это очень сильно удивило, Как бы, Что, Действительно, В оригинале, Там говорится, О пустозвонах, Интересно, А, ну, Здесь вот, Несколько вариантов есть, Тоже, Из ефесян, Никто, Вот, Синодальный перевод, Да, Никто не обольщает вас пустыми словами, Вот, И там еще несколько вариантов есть, Тоже, Сейчас не буду искать, С пустыми словами связано, И действительно, Это страшная вещь, Когда человек, Ну, Языком молоть, Это не мешки, Так сказать, Да, Да, И есть даже, Как бы, Наука такая, Будем так говорить, Да, Много наук, Земных таких, Красноречий, Значит, Развивают, И, Есть даже профессия такая, Да, Как бы, И не одна уже такая профессия, Говорить, И в этом ничего не имеется, Абсолютно, Вот, Никакого смысла, Конечно, Это страшно, На самом деле, Это болезнь, Это болезнь духа человеческого, Когда, Мало, Вот, Взять древние языки, Допустим, Да, Наши предки, Меньше говорили, Да, Но в это больше вкладывали смысла, Вот, Любой язык, Почему, Допустим, Лингвистика в Советском Союзе, Она была не популярной наукой, Совершенно, Потому что она, Ну, Как сейчас уже, Уже мы знаем, Уже точно, Она, Даже по мнению, Самих же, Вот, Коммунистических деятелей, Она противоречила, Марсистско-Венинской философии всей, Значит, Именно, От, Простейшей к сложнейшему, Процессу эволюции самой, Самой идеи этой, Она противоречила, Потому что, Наука, Это говорит, Что языки, От сложнейшей к простейшему, Упрощались, Все, И это во все языки, Вообще, Проходят такой процесс, Но самое страшное, Что отмечает эта наука, Что слова лишаются смысла, Это самое страшное, Что может быть с языком вообще, С любым языком, Слова лишаются смысла, И, Знаете ли, Как вот Маяковский нам говорил, Что хочу сиять, Заставить заново, Какое-то слово, У него свое было слово, Да, Которое он хотел заставить, Сиять по-новому, Ну, Чтобы оно было, Действительно, Как бы, Со смыслом огромным, Вновь засияло это слово, Но для нас, Для верующих, Это слово, Сам Иисус, Иисус Христос, Он есть, Действительно, Вот это величественное слово, Божье слово, И, А пустое слово, Там даже в контексте, По номерам Стронга, Интересно, Получается даже то слово, Которое даже и правдивое, Казалось бы, Слово, Но оно не наполнено смыслом, Оно,